В этом году уже пытаемся получить садик, никак не получается. Надеемся, что сегодня повезет. Повезет, не повезет. Именно так называют процедуру выдачи путевок в детские сады пельмяки. В зале управления образования индустриального района родители, чьим детям исполнилось, или вот-вот исполнится, 4 года. Эти дети впервые пойдут в муниципальный детский сад. У меня девочка, 4 в сентябре будет уже. Мы тоже стоим, как обычно, с самого начала, как родили, так встали, и вот только 4 лет получим. Очень много детишек. У нас один дом, чего стоит, целый детский сад. Мы ждем, что сейчас получим, наконец-то пойдем в садик. Очень себя чувствуете мамочкам, которые не могут спрятать ребенку вовремя в садик. Если 4-х лет, так еще хоть как-то власти города планируют обеспечить местами, то вот устроить 3-х летних малышей в Перми большая проблема. Особенно, если ребенок родился после 31 августа. Такие дети вместе с родителями еще год вынуждены сидеть дома. День рождения у дочери 17 сентября. Сходили в управление образования и не обнаружили себя в списках на детский сад, потому что родились после 31 августа. Получается, что еще год до полных 3 лет нам нужно будет обходиться без муниципального детского сада. В садик мы пойдем практически с 4 лет. Но даже в том случае, если на 31 августа ребенку исполнилось 3 года, получить направление в детский сад весьма проблематично. Например, в индустриальном районе в очереди на дошкольное учреждение стоит всего 4 тысячи детей. Путевки в этом году получат полторы тысячи. Не могу сказать, до какого месяца мест нам хватит. Я думаю, что где-то на январе-феврале мы начнем уже предлагать 4-х часовую услугу. Хотя, может быть, совсем ситуация другая. Но вот по нашим предварительным просчетам, где-то около 5 тысяч детей возраста 3 лет, которым, скорее всего, не будут выхвачены услуги. Всего в этом году планируют раздать 12,5 тысяч путевок на полную 12-часовую смену. Кому не достанется такого направления, будут предлагать путевку на 4-часовое пребывание в детском саду. Это новая услуга. Ей планируют охватить 1200 детей. Это за бюджетные деньги эта услуга. Стандарт ее прописан. Она есть официальная. И на самом деле во многих городах эта услуга уже очень давно. Напряженной по-прежнему остается ситуация в Мотовилихе, индустриальном и Дзержинском районах. Как, например, 6 июня, в день выдачи путевок 4-летним детям, прописанным в Дзержинском районе, уже предлагали путевку в Кировском за неимение мест в своем районе. С 20 июня начнется второй этап раздачи путевок на невостребованные места. А к концу месяца появится полное понимание того, сколько детей, желающих посещать муниципальное дошкольное учреждение, останутся в этом году без места. Продолжение следует...